Приветствую вас! Надо сказать, что, во-первых, зависница и недоброжелательница может быть только у того, кто достиг чего-то определенного в жизни, вот, а значит, вы достаточно успешный человек, а значит, вам есть чем гордиться и вам просто нужно двигаться дальше, вот, по тому пути, вот, значит, какой вы выбрали, ну, для себя, конечно, и по возможности, не отклоняться от него, потому что именно он, ну, собственно, обеспечивает вам успех, вот, это первое. Второе. Реагировать на подобные моменты, подобные проявления, да, конечно, нужно, но реагировать, давайте, скажем, сразу, правильно. То есть, вам нужно реагировать с юмором, с отмехом, соглашаться, нарочиться иронично с тем, что происходит. Ну, просто потому, что выбрать у вас особого нет. То есть, то, что случилось, да, то, что произошло, уже не исправить. Ну, вот, понимаете? И как-то операция, да, оправдываться. Значит, только дискредитировать себя. И, значит, показывать, что вас это как-то вызывает, показывать, что вам это как-то неприятно, и, соответственно, если вам не по душе, вот, то, что происходит, то, соответственно, это всегда вызывает такой момент, а вдруг, а вдруг, вдруг это правда, то, что говорят о вас. Вот. Поэтому лучше всего здесь не реагировать негативно, а, наоборот, позитивно смеяться, смеяться вместе с человеком, который пришел, да, вместе, вместе с ним участвовать в обсуждениях, вот, все это делать с юмором, вот. Добавлять еще что-нибудь от себя, вот. Ну, то есть, по сути, значит, проводить это все в фарс, вот. Ни в коем случае не спорить с человеком, вот, соглашаться со всем, не помню, говорю ли я об этом или нет, вот. То есть, вы можете, ну, сказать, например, когда она в следующий раз придет, да, вот, вы можете сказать, типа, о, там, разоблачитель пришел, или там, мой личный папарацци явился, ну, что-то, что-то типа такого, да. Вот. То есть, а сегодня что будет, чем, чем, сегодня порадуешь, вот, и так далее. И помните одну важную вещь, что, как правило, как правило, человек, который реально может, ну, сделать что-то, да, то есть, человек, который реально может причинить вам, например, а, допустим, ну, неприятности какие-то, да, и так далее, а, такой человек, он не будет, а, угрожать словами. Потому что понимает, что вы сможете подготовиться к тому, что, ну, он может сделать. А потому, потому, скорее всего, ничего за этими неприятностями не стоит, ничего человек сделать не может, няче бы не приходил. Другой вопрос, другой вопрос, что вы сомневаетесь, другой вопрос, что вы не уверены в себе, другой вопрос, что вы как-то вот чувствуете себя некомфортно, вас это как-то задевает, может быть, или ждет еще вот, это вопрос. И мне кажется, что вот этот вопрос, ну, нужно, собственно говоря, обязательно смотреть, вот. Потому что редко, редко такие вещи бывают случайно. То, что вас, вот, ну, заделает, то, что вы не уверены, не уверены, то, что вы не знаете, как реагировать, или то, что вы, например, боитесь, что вы не останетесь на работе. Вот. То есть это все, вот это вот уже ваши страхи, это уже ваша сверхмотивация, значит, ну, быть, например, на этой работе, или там, в чем-то еще. Вот. И это, конечно, это, конечно, важно. Поэтому здесь лучше будет, если вы, значит, с психологом разберете все свои негативные эмоции, определите их природу, вот. Скорректируйте, значит, то, что можете сделать в этой ситуации, да, то есть, ну, свое поведение скорректируйте, вот, да. То есть, например, если боитесь потерять работу, то, соответственно, посмотрите, там, какие-то варианты работы, если есть, там, или, если, там, боитесь, например, потерять работу, то подумайте, почему боитесь, то есть, ну, допустим, продумайте план Б, вот, на случай, если, там, действительно что-то произойдет, если кто-то поверит, там, этой женщине, вот. ненормальный, да? Вот. И, собственно, всё. Собственно, всё. Конечно, конечно, может быть такая история, что вы, ну, например, чувствуете какие-то эмоции негативные. Конечно, может быть так. Да, может быть такая история. Но негативные эмоции, они все, как правило, родом из прошлого, вот, это всё недоверщённые дела, недоверщённые ситуации, вот, из прошлого, вот, которые, ну, вы по той или иной причине, да, могли завершить. Соответственно, то, что с вами произошло, да, это, ну, повод вернуться к ним и посмотреть на них, может быть, значит, под новым углом, смотреть на них по-новому, вот, и уже лучше понимать, что именно от вас требуется сделать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.